Почему власть так торопится, почему она хочет быстрее избрать парламент по своему сценарию, определить партии, которые будут в парламенте и все это быстро сделать. Вот сейчас публикуют рейтинги, опросы, социологические группы. Хочу сказать, что в Казахстане, к сожалению, нет ни одной независимой социологической группы. Все социологические группы финансируются правительством или аккордой. Полностью зависят от них и все цифры, спущенные с аккорды или с правительства, эти социологические группы озвучивают. Нужно 90% озвучить Наратану, озвучить, нужно больше озвучить. То есть сейчас они озвучивают, что там за 80-90% готовы за Наратан голосовать. Хочу сказать, что мы участвовали в выборах 2004 года, 2005, 2007. У нас тысячи протоколов по всей стране собраны. Мы уверены в том, что если будут более-менее честные выборы, наша партия, общенациональная социал-демократическая партия, которая объединилась два года назад и три месяца, с партией Азад наберет 50%. 70% наверное граждан нашей страны готовы проголосовать. Потому что партия Наратан уже достала всех. С кем не разговариваешь, спрашиваешь, кто на президентских выборах ходил на выборы. Практически несколько человек в зале поднимает руку. Кто голосовал за главу государства? Опять несколько человек. Это стыдно, позор, я уже много раз говорил. Когда премьер-министр в стране такого человека, как Карим Масимов. У него душа, натура, психологически он помощник по жизни. Он задвигал стулья за Кулебаевым и за Масимовым. Извините, за Назарбаевым. Ну в каком государстве вы видели человека, который был помощником президента, а потом вдруг премьер-министром? Извините, я считаю это неправильно. И он сегодня сидит, вещает и, извиняюсь, пилит миллиарды долларов. Мы были в Жанавузине, встретились с одним нефтяником, который прорвался к президенту, к вашему любимому. Всех позвали в зал, отобрали для президента людей, которые будут его хвалить. Он 23-го приехал туда. Так вот, один мужчина взял белый платок, нефтяник, старый пенсионер, и показывая, что он с белыми чистыми намерениями, его пустили к президенту. И он сказал, ну, Сутан Абишевич, 7 месяцев людей на улице держали, никто с ними не разговаривал, их не уважали, сказали, вы все уволены. Людей расстреливали, людей избивали. Сейчас задержанных пытают, родственников не допускают, адвокатов не допускают. Ответ президента. Мы проверим это. Если это не подтвердится, мы вас будем судить. Вот так он сказал в лицо Ахсахалу. Разве так можно говорить с человеком? Вы любите президента, он приехал в Жанавузине. Шахтеры спрашивают, где он 7 месяцев был. Он начал объяснять, да я хотел поехать, меня не пустили, я что-то хотел сделать, но не успел. Разве так президент страны, как вы говорите, лидер нации, солнцеподобный, как его хвалит господин Нехорошев, может так сказать? Нам же внушают, что он на 5, 10, 20, 30 лет вперед знает. Извините, пожалуйста, он простой человек, такой же, как и мы, со своими слабостями, со своими сильными сторонами, слабыми. Мы 6 открытых писем, 6 открытых писем написали президенту. Господин президент, тысяча людей стоит на площади в Актау, тысяча людей стоит на площади в Жанавузине. Он съездил? Нет, не поехал. Там цены на продукты питания, на услуги. В кафе, в ресторанах в 3 раза выше, чем в Караганде. А зарплата не выше, дорогие друзья. 350 тысяч на бумаге, так же, как и у шахтера. 200 тысяч тенге или 150 на бумаге, на руки 80-100 тысяч тенге получает. Так же они получают 150 тысяч тенге на руки. Там массовая безработица. Если в 90-м году в Жанавузине жило 40 тысяч, сегодня 130 тысяч живет. А 50% без работы ходят. Что касается Жанавузине, мы тоже переживаем за страну. Мы тоже считаем, что нельзя поджигать какие-то здания, что-то еще делать. Но стрелять в свой народ, это последнее преступление. Стрелять по убегающим молодым людям, это трусость, это подлость. Я был в Жанавузине несколько дней назад, с комендантом города разговаривал. Спросил, скажите, пожалуйста, у вас есть водометы? Есть. У вас есть ли заточивый газ? Есть. У вас есть резиновые пули? Есть. Почему вы их не применяли? Почему вы стреляли? Угроза жизни полицейским. Какая угроза жизни полицейским? Они подожгли Акимат. Ну и что? Акимат такое же здание, завтра восстановят. Вы стали их пугать, запугивать, а не стали убегать. Почему вы спиной им стреляли? Что это за беспредел такой? Сам комендант города Кобылов Амажол признал, что 7 уголовных дел возбудили сейчас расследование. Полицейские обыскивали, отбирали сотовые телефоны. Сами мародерствовали. Мы были в больнице. 45 человек лежит в октаву больницы. Мы спрашиваем главврача у заведующего отделения. Из раненых хоть один был пьяный, выпивший? Нет. Ни одного пьяного, ни одного выпившего. Мы спрашиваем, хоть одно есть ранение из обреза дробовиком, дробью маленькой? Нет. Все ранены автоматом, автоматной очереди и из пистолета. Продолжение следует...